В 99-м году мы решили в нашем храме, на стене нашего храма, написать образ Матроны Московской, который находится. С тех пор, как на стеной роспись появился образ Блаженной Матроны, прихожане считают, что храм находится под особой молитвенной защитой Святой Старицы. И вот сегодня в церковь привезли икону с частицей мощей Матроны. Храм Рождества Христова в поселке Волжский стоит возле дороги из Самары в аэропорт. В эти дни каждый путник может зайти, чтобы приобщиться к благодати. В Матроны Московской люди, когда прибегают к ней в молитвах, эти молитвы все слышимы. Она является практически нашей современницей, потому что когда говорят о святых людях, у людей сразу мнение такое, что это было тысячу лет назад, две тысячи лет назад. Она наша современница, то есть она жила вот прям практически не так давно. Матрона Никонова, так звали в миру незрячую девочку, которая родилась в селе Себино под Тулой. Согласно жизнеописанию, чудесные явления сопровождали ее еще в детстве. Остав взрослой, Матрона переехала в Москву, жила где придется и много молилась. Ее народное почитание началось еще при жизни, а после канонизации миллионы паломников приезжают, чтобы поклониться мощам. Частица теперь есть и в этом храме. Икону Матроны Московской привозят в храм раз в году из соседней епархии. Это уже стало доброй традицией. В этом году святыня будет находиться здесь до конца октября. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События.